Вспышки фотоаппаратов, профессиональные улыбки, бурное обсуждение, ну и куда без красной дорожки. Каждую осень Коголым становится киностолицей игры. Золотая лента – не просто фестиваль, а настоящий пропуск в мир большого кино. За 18-летнюю историю, свои блокбастеры и арт-хаусные карткометражки, документальные художественные фильмы, комедии и триллеры презентовал, без сомнения, весь киноолимп России. Повод для гордости каждого коголымчанина – это высокая оценка фестиваля, которую дают звездные гости. Сегодня я была потрясена. Ну да, я знала, что я представлю свой документальный фильм «Планета Бондарчук», но я не знала, что здесь целая ретроспектива фильмов отца. Это замечательно. Это сделали только вы и Япония. А в Урае есть свои звезды киноэкрана, так называется популярный в городе конкурс, где обычные горожане перевоплощаются в персонажей любимых фильмов. Мне ухаживать некогда, вы привлекательный, я чертовски привлекательный. Чего-либо зрители полночь жду. Да как, вы смеете? Смею, дорогая моя. Смею. По условиям конкурса участникам необходимо продемонстрировать на сцене точную копию фрагмента из кинофильма, а также исполнить песню, которая звучит в киноленте. Чтобы максимально приблизиться к оригиналу, команды ведут серьезную подготовку. Отрабатывая движение и мимику, отдельное внимание уделяется костюмам. Все есть, все со старых времен, сохранились платья. У нас весь коллектив одет в такие наряды, всем всего хватило. Платочки у бабушек, переднички дома нашли, ну и халошики с огорода взяли. Пока че охватила киносреда, теперь горожане могут под открытым небом окунуться в мир кинематографа. Каждую среду в 21.00 площадь перевоплощается. Сотрудники местной библиотеки разворачивают мобильный экран, выставляют проектор, обустраивают импровизированный зрительный зал. Сеансы собирают на площади по нескольку десятков зрителей. Хочется что-то новое. Есть куда сходить. И тем более на свежем воздухе. Откуда узнали о сегодняшнем киносеансе? Чистая случайность. Ребенка ушла домой, увидела, и ребенок сказал, пойдем посмотрим, что там. Вообще здорово, что-то новое появилось. Вышли с всей семьей посмотреть семейное кино. Возрастных ограничений здесь нет. Магия кино захватывает и детей, и взрослых, а современное оборудование помогает полностью погрузиться в действия картины. В Ангипасе снимают кино о путешествиях во времени. Нынешним летом музей под открытым небом Бланги-Пасоль стал площадкой для съемок документальной картины о жизни исторических реконструкторов. Полное погружение в эпоху Киевской Руси 10-11 веков нашей эры. Бондарчук, Гайдай, Михалков, Соловьев. Золотое созвездие российского кинематографа сверкает своими огнями творческой гордости у каждого, кто хоть раз видел картины этих режиссеров. И глядя на то, как любят хорошее кино жители наших городов, можно не сомневаться, у него есть будущее. Никита Рогозин. Специально для программы «Вместе о главном». Продолжение следует...